Мы не видим нашу тетю, мы не можем принимать никакого участия в ее жизни. Уже полгода ни слуху, ни духу. Ирина Дебликова уже полгода не видела родную тетю Зою Николаевну. Несколько лет назад у родственницы Ирины диагностировали деменцию. Уход за пожилой женщиной лег на плечи мамы Ирины и сестры Зои Николаевны. Она официально взяла ее под свою опеку. Постепенно состояние родственницы усугублялось и они обратились к дочери пожилой женщины. Мы приняли решение, что все-таки мы должны выйти на связь с ее дочерью, чтобы привлечь, участвовать в жизни своей мамы. Мы связались с дочерью, она согласилась взять на себя обязанности, вступила в опекунство. Дочь стала законным опекуном и за работу ухаживать за матерью не могла. Поместила в пансионат в Олейске, но при этом запретила свидание с родней. Камнем преткновения стала бумага, дающая доступ к счетам пожилой женщины. Новому опекуну потребовался этот документ. И сложилась такая ситуация, что не совсем честно стали запрашивать документ. На что мы сказали, что, пожалуйста, вы в суде можете в 30-дневный срок получить точно такую же бумагу. Вот на этой почве произошел вот этот конфликт. Ирина и ее мама пытались добиться свидания. Дочь Зои Николаевны ни в какую. Семья обратилась в суд, начались тяжбы. На одном из последних заседаний стало известно, что дочь перевела мать из Олейского пансионата в Барнаульский. Закон говорит о том, что опекуны должны действовать в интересах своих подопечных. Находясь в пансионате, который расположен в Олейском районе Алтайского края, недееспособную посещали представители органов опеки и попечительства Олейского района. Есть письменный ответ, что они с ней общались, и она не против общаться со своей родной сестрой. Но вместе с тем, такого общения так и не происходит, вот именно из-за запрета, который подала опекуна. Адвокат созванивалась с руководством Барнаульского пансионата. Там пояснили, что из-за карантина по ОРВИ свидание под запретом. Семья, которая полгода не может увидеть родственницу, готова подождать еще. Главное, чтобы в будущем дали зеленый свет на свидание. Но пока опасения остаются. Дочь Зои Николаевны не идет на контакт. Телефонные звонки по-прежнему игнорирует. Алло, здравствуйте. Продолжаем вызов. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.